Это уже третий по счету инспекционный визит чиновников FIFA. Последний раз эксперты посещали Сочинский стадион семь месяцев назад. Осмотрев саму площадку и территорию вокруг, инспекторы отметили, арена заметно преобразилась. За моей спиной прекрасный газон, который был высажен с момента нашего последнего приезда сюда. Конечно, мы удовлетворены, но газон – это, конечно, еще не все. Все специалисты нашей делегации оценивают и другие территории на стадионе. Мы проверим все элементы на объекте, так как нам необходим комплексный подход. Мы видим перемены, уже сделано очень много и работы ведутся постоянно. На объекте уже завершены работы по устройству конструкции футбольного поля и посеву травы. Ведется обогрев сходов и устройство сервисных и влагосборных лотков. Газон стригут несколько раз в неделю. Идет монтаж осветительных систем, продолжается возведение железобетонных конструкций и входных групп. Проводятся отделочные работы. Согласно требованиям реконструкции, стадион Фишт будет полностью готов в июле этого года, как и планировалось ранее. Но вот все строительные работы завершат только к ноябрю. Связано это с тем, что в феврале вышло постановление Оркомитета ФИФА о необходимости возведения дополнительных зрительских трибун на 5000 мест. Таким образом, стадион станет полноценным 45-тысячником, соответствующим всем международным требованиям. Стало известно, что Кубок конфедерации пройдет в Сочи с 19 по 29 июня 2017 года. Здесь будет проведено три игры группового этапа и один полуфинал. Поэтому мы сейчас также сосредоточим на том, чтобы начать строительство тренировочных площадок. С мая месяца мы начинаем строительство трех тренировочных площадок. Все они располагаются в фабиле. И до конца этого года они все будут сданы в эксплуатацию. После чемпионата тренировочные площадки планируется передать городу для нужд в спортивных школ. Помимо готовности самого объекта, делегаты проверяют и другие немаловажные составляющие. Специалисты оценивают состояние гостиничных комплексов и других объектов, которые примут участников и гостей чемпионата. Важен и вопрос транспорта. А Сочи в этом плане на передовой. Мы действительно, наверное, сегодня единственный город из избранных к чемпионату мира по футболу, который уже имеет готовую нормальную инфраструктуру, в том числе и транспортную. Поэтому речь идет о том, что необходимо разгрузить потоки, понять, как поедем, кто поедет, откуда поедут. Мы также можем гордиться, что у нас достаточное количество, даже превышает количество гостиничного фонда для проведения Кубка конфедерации, чемпионата мира по футболу. Единственное, осталось заключить соглашение. У нас сегодня есть предварительные договоры, надо уже окончательные договоры позаключать с гостиницами, которые будут использоваться во время игр. Комплексную оценку подготовки Сочи к чемпионату мира эксперты дадут позже. Напомню, главное международное соревнование пройдет в 2018 году с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Какие матчи примет Сочинская арена, пока неизвестно. Это определится во время жеребьевки. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.